МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие должности он занимал до этого, расскажем далее. Многие члены Высшего совета прокуроров не имели права участвовать в рассмотрении депутатского запроса, связанного с генеральным прокурором. Каковы причины и кто выдвигает обвинения? Смотрите далее. В то время как власти ведут переговоры о новом контракте с «Газпромом» на поставку газа, «Молдова-Газ» призывает потребителей экономить или перейти на альтернативное топливо. Жуткое убийство в Страшенах. Сын зверски избил отца и бросил умирать. Предложенный Высшим советом прокуроров на должность исполняющего обязанности главы генпрокуратуры Дмитрию Робу утвержден указом президента Майя Санду. Другим претендентом на этот пост была Виктория Фортуны, кандидатура которой также рассматривалась в ходе чрезвычайного заседания ВСП. Выбор был сделан в пользу Робу, в том числе и потому, что он уже исполнял обязанности генпрокурора в 2019 году. Выступая в рамках заседания Высшего совета прокуроров, Дмитрию Робу сделал акцент на свой опыт и добавил, что в течение 16 лет деятельности руководствовался всегда законом о прокуратуре. Не могу быть безучастным к судьбе прокуратуры, в которой работаю более 16 лет. Также не могу быть безразличным к людям, которые работают и стремятся честно исполнять свои обязанности. Контркандидат Робу прокурор прокуратуры по борьбе с коррупцией Виктория Фортуны заявила, что для нее образ успешного генерального прокурора ассоциируется с аполитичностью. Я всегда выступала за то, что прокурор должен быть независимым и добиваться полной открытости. Оба кандидата отказались комментировать для журналистов контекст, в котором они были отобраны и предложены на должность генерального прокурора. Однако по кандидатуре, по крайней мере, одного из них высказался министр юстиции Серджио Литвиненко. Во время заседания высказывались разные мнения, предлагались кандидатуры, в том числе и я предложил кандидатуру господина Робу. Относительно Виктории Фортуны, не помню, кто ее предложил. Кроме того, в ходе заседания прокурор, который ведет дело Стоиногла, Виктор Фортуны, пожаловался совету, что его пытается запугивать руководство прокуратуры по борьбе с коррупцией. По данному поводу ВСП принял решение обратиться в генеральную прокуратуру. Речь идет о злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий, пассивной коррупции и ложных показаний компетентному органу. Накануне 5 октября министр юстиции объяснил причины поспешности в вопросе о назначении исполняющего обязанности генерального прокурора. Разумеется, ничего не происходит так, как во время Плохотнюка. Прокуратура осталась без руководства и поспешность назначения нового руководства является естественной. В свою очередь отстраненный генеральный прокурор Александр Стоиногло заявил, когда его ввели на допрос, что Молдова вернула себе статус захваченного государства. Напомним, генеральная прокуратура осталась без руководства после того, как Высший совет прокуроров постановил провести уголовное расследование в отношении Александра Стоиногло. Ставший исполняющим обязанности генпрокурора Думитру Робу, начал свою карьеру в возрасте 25 лет в прокуратуре Флорежского района. В генеральную прокуратуру он попал в 2013 году. Тремя годами позднее был переведен в прокуратуру по борьбе с коррупцией. В 2019 году после отставки Эдуарда Харунджина он исполнял обязанности генерального прокурора Молдовы. Задержание генерального прокурора Александра Стоиногло вызвало бурную реакцию в молдавском обществе. Ряд политиков, экспертов, юристов заявляют, что была нарушена правовая процедура. Другие утверждают, что это важный прецедент для Республики Молдова и не исключают, что преследуют и другие аресты. Президент Майя Санту сообщила в социальной сессии, что решение о рассмотрении жалобы, поданной на имя Александра Стоиногло, принял Высший совет прокуроров. Решение о его задержании было принято прокурором, назначенным ВСП. «Как президент страны я хочу того, что хотят граждане, чтобы закон строго соблюдался, чтобы не было никаких злоупотреблений и чтобы тот, кто совершил противоправные действия, заплатил в соответствии с действующими законами», — написала глава государства. Бывший президент страны Игорь Дадон утверждает, что задержание Стоиногло является роковой политической ошибкой и чрезвычайным нарушением верховенства закона. «Сегодня убедились в том, какую опасность для правового государства несет диктатура, закамуфлированная под демократию и узурпация власти, спрятанная за проевропейскими лозунгами», — отметил лидер ПСРМ. Он заявил, что 10 октября будет организована акция протеста, в ходе которой власть призовут положить конец диктатуре и злоупотреблению. Позже группа депутатов от блока коммунистов и социалистов посетила следственный изолятор, где содержится Стоиногло, и организовала акцию протеста. Адвокат Ассоциации «Правомолекс» Вадим Виеру отметил, что вчерашние заявления генпрокурора — достойное суждение. Это заявление политика, а не прокурора. Но то, что произошло сейчас, говорит о том, что кто-то очень плохо знает Уголовно-процессуальный кодекс и ЕСПЧ. «Обладая такими знаниями, нельзя соблюдать верховенство закона», — написал он во вторник. Бывший депутат от партии «Платформа да» Александр Слуцарь заявил, что всегда выступал за отставку Стоиногла, но то, что произошло вчера вечером, произвело негативное впечатление. Он считает, что последуют другие аресты и задержания. «Я не совсем понял смысл этого шоу с масками в стиле Плохотнюка. Меня тревожит то, что происходит. Я очень надеюсь, что скоро мы получим точную информацию обо всех этих уголовных делах. Если это уже случилось и будет возбуждено уголовное дело по определенным действиям Стоиногла, я хочу увидеть последовательность и задержание тех, кто принимал решение в краже миллиарда, кто участвовал в концессии аэропорта. Должно быть расследование хищения миллиарда». Александр Стоиногла был назначен генеральным прокурором в ноябре 2019 года по итогам конкурса, набрав наивысший балл по сравнению с другими претендентами на эту должность. Заместители Александра Стоиногла, отстраненного от исполнения обязанностей генпрокурора, считают проявлением полной юридической безграмотности, начатая против него уголовное преследование. По их словам, тот не совершал каких-либо противоправных действий, тогда как Высший совет прокуроров, напротив, нарушил все предусмотренные законом процедуры. Более того, как утверждают прокуроры, некоторые члены ВСП, проголосовавшие за проведение расследования в отношении Стоиногла, преследуют личные интересы, связанные с тем, что они состоят в родстве с некоторыми лицами, причастными к краже миллиарда. В ходе проведенной пресс-конференции Руслан Попов, один из заместителей отстраненного генерального прокурора, заявил, что запрос в Высший совет прокуроров, поданный депутатом от ПДС Лилианом Карпом, против Стоиногла и близко не соответствует установленным законам требованиям для признания его в качестве разоблачения. Как утверждает Попов, прежде всего ВСП обязан был рассмотреть, соответствует ли данный запрос требованиям, установленным законом. Этот запрос прежде всего должен был пройти через установленный законом фильтр с точки зрения требований к содержанию. Он должен был быть зарегистрирован в выполномоченном органе уголовного преследования и лишь затем представлен Высшему совету прокуроров для последующей передачи прокурору. Генеральному прокурору должно было быть предоставлено право на высказывание своих аргументов в ходе обсуждения. В то же время, по словам Руслана Попова, министр юстиции Серджио Литвиненко, а также председатель Высшего совета прокуроров Дарил Мустяце, лично заинтересованы в отстранении Стояногла от должности генерального прокурора. Он находится в свояченческих отношениях с госпожой Марией Йову, которая фигурирует в деле о банковской краже. Учитывая, что уголовное расследование по этому делу не завершено и находится на контроле у прокурора, они посчитали, что проще для них избавиться от генерального прокурора. Брат господина Мустяце также фигурирует в деле о банковской краже. На наши телефонные звонки не министр юстиции Серджио Литвиненко, а не председатель ВСП Дарил Мустяце не ответили. На этой же пресс-конференции Руслан Попов сообщил, что решение Высшего совета прокуроров об отстранении Александра Стояногла от исполнения обязанностей генерального прокурора опротестовано его адвокатом в апелляционной палате. Некоторые жители Камрата вышли 6 октября утром на митинг в поддержку Александра Стояногла. Они собрались перед зданием Исполнительного комитета и Народного собрания Гагаузии, тем самым выразив обеспокоенность отстранением от должности и задержанием генпрокурора. Люди скандировали «Свободу Стояногла». «Свободу Стояногла!» «Свободу Стояногла!» Среди протестующих были местные советники, а также новоизбранные депутаты автономии. Протестующие приняли резолюцию, связанную с требованием «освободить Стояногла». В документе содержится призыв к дипломатическим миссиям, аккредитованным в Кишиневе. Обыски в здании генпрокуратуры продолжились и сегодня, 6 октября. Они проходили во время заседания Высшего совета прокуроров, где выбирали кандидата на должность исполняющего обязанности генпрокурора. Прессе удалось заснять кадры того, как сотрудники Службы информации и безопасности вместе с прокурором, ведущим дело Стояногла Виктором Фуртуны, выходили из учреждения. Если в случае обысков, проведенных во вторник, в офисе генпрокуратуры была открыта предоставлена подробная информация, то в среду, выходя из здания, Виктор Фуртуны не сообщил журналистам подробностей. Ведут соследственные действия, и это уже тайна следствия. Позже мы сообщим о деталях. На вопрос, когда он успел ознакомиться с делом, расследовать нарушения против Александра Стояногла, потребовать его отстранения, провести обыски и задержать его на 72 часа, Виктор Фуртуны ответил. Все действия были проведены вовремя. У меня было достаточно времени. Я не могу объяснить эту ситуацию. Фуртуна также заявил, что не выполняет политические заказы и посторонние лица в расследовании не участвуют. Топливо снова подорожало. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на горючее. 20 леев 98 банов за литр бензина и 17 леев 84 бана за литр дизельного топлива. Это, соответственно, на 14 и 17 банов больше, чем во вторник, 5 октября. Напомним, за последний месяц бензин подорожал почти на 1 лей. Цена диз топлива повысилась немногим более чем на лей. В сентябре вступил в силу новый закон о топливе, принятый большинством голосов депутатов от ПДС. Согласно документу, Наре устанавливает предельные цены на нефтепродукты. Одна компания и более 100 человек были оштрафованы за несоблюдение противоэпидемических правил. Неожиданные рейды сотрудники полиции провели на рынках, в торговых центрах и ночных клубах на предмет соблюдения ограничений, введенных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Согласно пресс-релизу, в связи с игнорированием санитарных мер сотрудники правоохранительных органов обязаны действовать решительно. Цель проверок – защита здоровья граждан. Полиция напоминает об обязательном ношении масок во всех закрытых помещениях, включая общественный транспорт, а также на открытом пространстве, где невозможно соблюдать дистанцию в один метр. Не стоит забывать и о правилах самоизоляции лицам, для которых установлен соответствующий режим. Министерство здравоохранения рассматривает целесообразность иммунизации медиков третьей дозы и вакцины от коронавируса. Об этом 6 октября сообщила госсекретарь Минздрава Светлана Николаевско. Она уточнила, что число заболевших среди медперсонала снова растет. Для тех же, кто намерен путешествовать в Европу, есть хорошие новости. В скором времени выданный в Молдове зеленый сертификат COVID может быть признан в Европейском Союзе. Зеленый сертификат COVID будет запущен 11 октября и в течение месяца может быть признан Европейским Союзом. Кроме этого, граждан Молдовы, сделавших прививки против COVID, за границей внесут в государственный реестр вакцинации. Однако в целом прогнозы относительно иммунизации в республике пессимистичны. Если ранее в Минздраве прогнозировали, что к концу года она достигнет 70% населения, то сейчас это кажется недостижимым. При сохранении этого темпа очевидно, что к концу года такой цели мы достигнем. Несмотря на то, что число заражений и смертей из-за осложнений, вызванных COVID-19 в Молдове, увеличивается день ото дня, граждане вакцинироваться не торопятся, особенно молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Еженедельное количество новых случаев увеличилось до 8207, а среднее составило 1172, что на 12% больше, чем на прошлой неделе. Тогда было зарегистрировано 159 смертельных случаев. Ежедневно в среднем мы регистрируем 22 смерти, что больше, чем на предыдущей неделе, когда в среднем было 14 смертельных исходов в день. Учитывая, что в стране нет коллективного иммунитета, так как уровень вакцинации населения не превышает порогового значения в 25%, Министерство здравоохранения сообщает, что в Молдове медикам, 90% из которых получили обе дозы прививки, начнут вводить бустерную вакцину. Нужна и третья доза, потому что многие медики пожилого возраста с патологиями различного вида. Думаю, для нас это было бы спасением. У большинства уже прошло 6 месяцев с момента введения второй дозы. Очевидно, что некоторым людям, особенно пожилым, или с повышенным риском заражения, потребуется третья доза. Вирус со временем мутирует, и если исследования показали, что третья доза защитит нас лучше, я согласна на вакцинацию третьей дозой. Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам пришло к выводу, что бустерная вакцина препаратами Pfizer и Moderna может быть введена через 28 дней после второй дозы, особенно людям с ослабленной иммунной системой. Наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19, наибольшее число смертей, вызванных коронавирусом, и ни одного свободного места в реанимационных отделениях. Такова картина дня в Бухаресте, где машинам скорой помощи приходится простаивать в очередях, чтобы пациенты могли попасть в приемное отделение. В России, где уровень вакцинации примерно такой же, как и в Румынии, зарегистрирован уже пятый рекорд по количеству смертей от COVID-19 за последние семь дней. В Бухаресте медучреждения переполнены. Больных размещают в коридорах, а машины скорой помощи выстраиваются во дворах больниц, чтобы оставить новых пациентов. Так, в частности, утром 6 октября возле университетской больницы своей очереди дожидались шесть неотложек, доставивших граждан с коронавирусом, которых медикам предстояло разместить в уже переполненных палатах. Накануне шестерых больных пришлось перевезти из Бухарестской больницы в Тыргумуриш, поскольку в медучреждении нет места в интенсивной терапии. Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боди заявил, что при необходимости пациентов с COVID-19 будут распределять в том числе и в соседние страны. Наибольшую долю среди пациентов составляют невакцинированные граждане. В Араде от COVID-19 скончалась женщина на шестом месяце беременности, жизнь которой врачам не удалось спасти. 7 дней она лечилась дома, считая это патологией, с которой она способна справиться самостоятельно. В Российской Федерации зарегистрировано рекордное число смертей, вызванных COVID-19, около 900 случаев за последние сутки и почти 26 тысяч новых заражений. По словам работников системы здравоохранения, высокий уровень заболеваемости объясняется в том числе и пассивным отношением молодежи к иммунизации. В России с населением примерно в 146 миллионов человек самый высокий уровень смертности от COVID в Европе. Тем временем, согласно исследованию, опубликованному 5 октября изданием The Lancet, прием двух доз вакцины Pfizer-BioNTech демонстрирует высокую эффективность против риска осложнений из-за коронавируса в течение не менее шести месяцев. Исследование проводилось на основании данных, собранных среди 3 миллионов 400 тысяч жителей Южной Калифорнии в период с 4 декабря 2020 по 8 августа 2021 года. Молдова-Газ просит потребителей и предприятия теплоэнергетического комплекса, а также сахарные заводы сократить потребление газа или временно перейти на другие виды топлива, поскольку «Газпром» сократил поставки более чем на 30%. В связи с тем, что контракт с российским концерном был продлен всего за несколько часов до его истечения, «Газпром» не смог на законных основаниях зарезервировать необходимые мощности для транспортировки природного газа через Украину в Молдову в октябре 2021 года, говорится в сообщении «Молдова-Газ». В результате с 1 октября суточное потребление стало превышать поступающий объем газа. В настоящее время дефицит покрывается за счет запасов в магистральных трубопроводах республики, что приводит к снижению давления в газотранспортной системе «Молдова-Трансгаз». В коммунике также говорится, что представители «Молдова-Газ» ведут переговоры с «Газпромом» об увеличении объемов поставок газа. 30 сентября срок контракта на поставки в Молдову истек. Соглашение было продлено всего на месяц по цене 790 долларов за 1000 кубометров. Лидер Приднестровского региона Вадим Красносельский утверждает, что он отправил несколько писем ряду официальных лиц Молдовы, призывая к диалогу и активизации переговорного процесса между двумя берегами Днестра. По его словам, письма были отправлены в конце сентября, но ответа пока не было. Об этом Красносельский сообщил на встрече с помощником госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе. Лидер Приднестровского региона утверждает, что в письмах, одной из которых отправлено президенту Майя Санду, он призвал к диалогу и интенсификации переговорного процесса для решения наиболее острых проблем между двумя берегами Днестра. Сообщения были отправлены в конце сентября, но Красносельский все еще ждет ответа. В данных письмах были обозначены те проблемные вопросы, которые есть между нами, опять же, в основу которого входит протокол Берлина Плюс, а также были обозначены новые вызовы, которые существуют на сегодняшний день, в том числе ограничения передвижения переднестровского транспорта 1 сентября. Пока никакой реакции со стороны наших коллег мы не наблюдали. По словам Красносельского письма, были отправлены спикеру парламента Игорю Гроссу и премьер-министру Наталье Гаврилице. На вопрос нашего корреспондента пресс-секретарь президента Сарина Штифырце подтвердила, что письмо поступило, но не прокомментировало заявление Красносельского. Представители пресс-службы парламента и правительства также отказались давать комментарии и даже не сообщили, попали ли послания терраспольского лидера к спикеру и главе Кабмина. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский встретится в Москве с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком. Официальный визит молдавской делегации начинается в четверг, 7 октября. В пресс-релизе Кабинета министров говорится, что поездка является частью договоренностей с Российской Федерацией. Молдавскую сторону будут также представлять гуссекретарь Министерства иностранных дел Владимир Кук и советник президента по внешней политике Кристина Герасимова. Представители Молдовы встретятся с рядом российских официальных лиц, в том числе с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко. Предпринимательские патенты без ограничения срока действия. Такова новая законодательная инициатива депутатов фракции партии ШОР. Для ее внедрения необходимо внести изменения в закон о патенте предпринимателя и исключить условия об отмене патентов. Об этом сообщил в ходе брифинга депутат от партии ШОР Вадим Фатеску, подчеркнув важность данной сферы деятельности с учетом значительного вклада патентообладателей в национальную экономику и необходимость обеспечения им уверенности в завтрашнем дне. В ходе брифинга депутат фракции партии ШОР Вадим Фатеску представил ряд аргументов в пользу законодательной инициативы. В частности, парламентарий обратил внимание на то, что продление действия патента предприниматели оплачивают из личных средств. При этом их вклад в развитие национальной экономики является весьма существенным, учитывая сумму налоговых отчислений в государственный бюджет. Следовательно, государство обязано обеспечить уверенность в том, что их предприятия не прекратят работу. Мы, депутаты фракции ШОР, регистрируем сегодня в парламенте законопроект, в котором вносим изменения в законопредпринимательском патенте, чтобы патенты действовали без ограничений срока действия и чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу и дать людям спокойно работать. Вадим Фатеску напомнил, что ранее партия ШОР выступала за установление пятилетнего срока действия патентов, однако условия значительно изменились в период пандемии, когда структурами власти не была разработана политика поддержки малых предпринимателей, для которых деятельность на основании патента является единственным источником доходов. Пандемия коронавируса затрогала многих, в том числе и мелких предпринимателей, которые были вынуждены закрывать свой бизнес. В результате тысячи людей потеряли работу. Мы должны послать обществу четкий сигнал о том, что государство поддерживает малый бизнес и люди, которые развивают его, должны быть уверены, что завтра они смогут спокойно выходить на работу и зарабатывать деньги для своих семей. Согласно официальным данным Государственной налоговой службы по состоянию на 31 декабря 2020 года, общее количество действующих предпринимательских патентов составило примерно 11,5 тысяч. Владельцы патентов заплатили в государственный бюджет в виде налогов более 6 миллионов леев. Более половины от общего количества патентов относятся к розничной торговле в ларьках, киосках, павильонах. Далее следуют патентообладатели, оказывающие парикмахерские косметологические услуги. Третью категорию представляют патенты в области обучения по различным дисциплинам. Жуткие случаи в Страшенах. 63-летний мужчина скончался после того, как его жестоко избил собственный сын. Подозреваемый признал себя виновным и находится под следствием по факту домашнего насилия. По данным полиции, трагедия произошла во вторник вечером в доме, где 63-летний мужчина проживал со своим 38-летним сыном. Предварительно установлено, что между ними произошла ссора, которая переросла в настоящий скандал и нанесение побоев. После сильных ударов пожилой мужчина скончался. Около 20.00 между 63-летним пострадавшим и его сыном произошел конфликт. Сын наносил отцу удары кулаками, ногами и куском дерева, оставив после этого лежать на кровати. После жестокого избиения подозреваемый отправился в город. Вернувшись домой после полуночи, он обнаружил бездыханное тело отца и попросил соседку вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на 72 часа. Вину свою он признал. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения по статье «Домашнее насилие». Патрульная полицейская машина столкнулась с такси. Инцидент произошел днем 6 октября в Кишиневе на улице Национального возрождения. На место происшествия прибыла скорая помощь, однако вмешательство врачей не потребовалось. Никто из участников аварии не пострадал. По словам очевидцев, из-за ДТП образовались большие автомобильные пробки. Как сообщили представители закона, на место приехала и группа экспертов службы документирования автоаварий для установления обстоятельств случившегося. Подробности инцидента нам пообещали предоставить позже. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Варсан. Оставайтесь на нашем телеканале, а также следите за событиями онлайн на сайте tv6.md и на наших официальных страницах в соцсетях. Далее о погоде на четверг. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В Кишиневе 7 октября температура воздуха поднимется до 14 градусов. В Причанах будет плюс 12, в Бельцах 13 градусов тепла. В Сороках, Флорештах и Леушенах 13 градусов солнечно. В Аргееве и Дубасарах также плюс 13, в Онгенах температура достигнет 14 градусов. В Террасполе и Камрате 14 градусов тепла, в Кагуле 15 выше нуля. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте плюс 15, пройдет дождь. В Киеве будет 11 градусов тепла, в Москве 10 выше нуля. В Лондоне плюс 19 и дожди, в Мадриде будет 25 выше нуля, в Париже 18 градусов тепла. В Риме 19 градусов тепла, осадки. В Берлине 17 выше нуля, в Афинах плюс 23. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...